МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите тележурнал «Город для людей». Меня зовут Антон Кузнецов. Сегодня в выпуске. Реконструкция теплосетей, рекордные масштабы, технологии, цели. Обновление общественного транспорта не только машин и маршрутов, но и людей. Авиамоделизм как способ воспитать технически грамотного горожанина. Сколько зеленых насаждений должно быть в Алматы и как делить городское пространство автомобилистам, пешеходам, велосипедистам. Недавнее похолодание в 20-х числах сентября напомнило о том, что начало отопительного сезона близко. И значит, совсем скоро станет понятно, не зря ли мы почти все лето терпели неудобства в виде перекопанных улиц в центре. Хотя большинство горожан, сидя в теплых квартирах, вряд ли будет вспоминать об этих самых неудобствах. А вспомнить есть что. В этом году объем ремонтных работ на теплосетях достиг рекордной отметки. О системе теплоснабжения города и об ее реконструкции сегодня в рубрике «Инфраструктура». Участок тепловой магистрали на улице Козыбек-Би – один из трех, на которых осталось завершить работы. Еще один проходит по Талиби, западнее Утиген-Батыра, а также по улице Табаяково от ТЭЦ-1. В сумме они составляют более одного километра. Одного из 32 километров, реконструированных в этом году. В этом году мы реконструировали рекордное количество тепловых сетей, это порядка 32 километров. Ранее, в прошлых годах, было 8-10 километров тепловых сетей. Оно нам помогает сократить износ на 2%. Рекордные объемы реконструкции и сокращение износа всего на 2%. В этом нет никакого противоречия. Общая протяженность тепловых сетей города составляет 1174 километра. Из них более 700 километров – это трубы, которые служат уже более 25 лет. Завершение нормативного срока эксплуатации, количество повреждений, обнаруженных во время испытаний – это главные факторы, на основании которых принимается решение о замене старых труб на новые. Предизолированная труба срок составляет от 30 до 40 лет. То есть она труба в трубе, идет снаружи пластиковая оболочка, внутри пенополиуретан и стальная труба. А раньше мы увидели старые участки, где были более 25 лет. Там просто стальная труба и изоляция у РУСа. Внутри изоляционной оболочки по всей длине трубы проложены 3 нитки медных проводов. Это элементы системы оперативного дистанционного контроля. Они для чего нужны? Чтобы в случае аварии точно определить место порыва. Перемыкают и идет импульс на датчики. На сигнал, на пульт куда-то диспетчер, куда приходит сигнал. Да, вдоль теплотрассы есть так называемые коверы. В них датчики. То есть приходит контролер тепловых сетей, ставит свой датчик, и он точно показывает место порыва. От этой контрольной точки, допустим, 27 метров на запад или 19 метров на восток. Из 1174 километров тепловых сетей более 200 километров – это магистральные сети. По ним горячая вода поступает в город от источников, городских теплоэлектроцентралей и комплекса котельных. Оставшиеся 900 километров – это распределительные сети. По ним вода подается к домам. На одном из участков, вот на улице Козыбекби, сейчас идет подготовка к заливке бетоном, к тепловой камере, откуда будет распределяться тепло. Ну, это, конечно, не сварка шва, это не закладка трубы, это не укладка лотка, но маленький, но вклад в ремонт теплосетей нашего города. Заколачиваю. Если человек поет во время работы, значит, ему работа нравится. В этом году мы делаем акцент на магистральные сети. Планируем в следующем, в 2018-19 годах, делать 50% реконструкции магистральных сетей, 50% распределительных сетей, тепловых сетей реконструировать. В нижней части города, в микрорайонах, дорожник, Айнабулак, в западном районе, в микрорайонах города Алматы будет реконструкция. Планируем выйти из города в магистральные сети. Какой бы протяженной ни была сеть тепломагистралей, охватить ею все районы города довольно сложно. Потерь тепла все равно не избежать, а чем дальше от источника, тем они больше. Поэтому некоторые строящиеся микрорайоны обеспечиваются теплом из локальных котельных. Вроде той, что была построена в 2015 году в микрорайоне Жасканат. Сегодня она обслуживает 28 девятиэтажек, поликлинику и детский сад. На очереди подключение еще 47 пятиэтажных домов. Это получается два котла на первую очередь строительства в данный момент. Те, которые сейчас отапливаются, они от вот этих больших и от тех маленьких? Да, маленькие, небольшие, это КВГМ-10, которые в данный момент на первую очередь постройки района. Как нам подключится полностью 47 домов, еще пятиэтажных, мы уже работу запустим. Вот эти два больших тоже будут работать, да? КВГМ-20, да. Работа котлов и других агрегатов этой котельной контролируется и регулируется с современного диспетчерского пульта. В остальном схема работы принципиально не отличается от других котельных. Вода сначала очищается от минеральных солей. Это делается, чтобы минимизировать образование накипи. А затем, перед подачей в котлы, вода проходит через диораторы, где из нее удаляются активные газы. Газы активные приводят к тому, что на трубах возникает коррозия. А, то есть металл окисляется, да, когда вода через него проходит, металл окисляется. Чтобы на трубах, в котлах у нас коррозии не было, мы активные коррозийные газы выбираем с воды. И это вот только на новой вот этой котельной или это в принципе на всех котельных? Нет, это принципиальная схема всех котельных, которые на сегодняшний день. А если бы этот кислород не забирался, то тогда бы они вообще каждый год... Ну это да, год-два. А, год-два даже? Два года. И пришлось бы тогда копать каждый год эти трубы выкапывать. Трубы менять. Масштабная программа модернизации теплосетей была заложена в план развития города еще в 2015 году. Тогда одной из целей было обозначено снижение износа тепломагистралей с 65 до 57%. Спустя два года этот показатель оценивается в 62%. Прогресс налицо, в том числе благодаря рекордным объемам реконструкции, проведенной в этом году. Доля общественного транспорта в городском потоке сегодня составляет примерно треть. Одна из приоритетных целей, заложенных в программу развития Алматы, довести этот показатель до 48%, то есть почти до половины. Обновление автопарка, совершенствование маршрутов – это те меры, которые лежат на поверхности. Но управляют транспортом люди. И во многом от них зависит уровень доверия алматинцев общественному транспорту. О центре, в котором готовят водителей автобусов и троллейбусов, сегодня в рубрике «Приоритеты». В Алматы сегодня работают 160 автобусных и 8 троллейбусных маршрутов. В день на улицы города выходит около 1200 машин. На каждой посменно работают в среднем по два водителя. Итого почти 2500 человек. Куляим – один из них. Она работает на пятом троллейбусном маршруте. На языке водителей одна ее поездка от вокзала Алматы-2 до микрорайона Аксай-3 и обратно называется тур. Один тур на пятом маршруте занимает примерно два часа. О том, чтобы работать водителем, Куляим не мечтала с детства. Образование получила музыкальное, но по специальности не работала. Перепробовала много профессий, а не так давно в поисках работы обратилась в центр занятости. Из предложенных на выбор профессий выбрала именно водителя. И оказалась в центре квалификации специалистов транспорта. Примерно две трети курсантов центра, как и Куляим, вчерашние безработные. Остальные – это приезжие и водители, которые повышают свою квалификацию. Мы водителям присваиваем квалификацию, проводим переквалификацию водителей автобусов, водителей троллейбусов. Так как очень многие водители после, как говорится, когда-то сели на автобус, и после них они не подтверждали квалификацию. За это время сколько поменялось правил дорожного движения. В городе Алма-Ате появилось очень много выделенных полос. Техническим навыкам и вождению будущих водителей общественного транспорта обучают 8 преподавателей. А еще в центре работают аж 3 психолога. Такое соотношение 8 к 3 много говорит о том, какое внимание при подготовке водителей уделяется их стрессоустойчивости. Это дорога, это стрессовое постоянное состояние. Бывают такие пассажиры, что они сами выводят, но вот бывает, что вывели водителя, он и так сидит. А ведь сколько еще у нас легковых машин, которые нарушают. Работают у нас психологи с водителями, проводят тренинги, групповые тренинги, индивидуальные. Они работают над стрессоустойчивостью, как не вступать в конфликт, как разгладить конфликт именно с пассажирами, водителем даже. После обучения в центре водители получают сертификат и право на трудоустройство в одном из трех муниципальных автобусных парков или в троллейбусном парке номер один. Центр открылся в прошлом году и в полном объеме начал работать только с начала этого года. Так что пока доля его выпускников на улицах города сравнительно мала. Пока таких случаев, чтобы те, которые водители окончили наши курсы, были втянуты какие-то конфликтные ситуации, либо совершили ДТП, таких не было. Но те, которые водители мы подготовили, это малая часть всех тех водителей, которые сейчас работают. Планы на будущее у центра грандиозные. Запустить курсы по подготовке водителей городского такси и сотрудников метрополитена, открыть исследовательский центр для более сосредоточенной работы с психологическим состоянием водителей, включить в программу курсов основы английского языка и истории города. Эти меры, считают, в центре помогут улучшить имидж общественного транспорта, позволят ему стать реальной альтернативой личному транспорту и приблизят его долю в городском трафике к 50%. Иногда бывают, вот бабушки подходят и говорят, вот спасибо за внимание, вот, ну вот, то есть, спасибо, конечно, приятно мне слышать, но вот иногда они это так скажут, что как будто бы, ну, ты герой. Хотя это же, это же нормально так должно быть, да. Смотрите далее в тележурнале «Город для людей». Самолет, построенный своими руками против современных гаджетов. Родители приходят и просят, оторвите нам его от компьютера, от этого айфона. Площадь зеленых насаждений, рекомендации, нормы и реальность. Для соответствия стандартам площадь парков, скверов, аллей должна составлять 1768 гектаров. Велодорожки, тротуары, проезжая часть. Куда податься велосипедисту в большом городе? Чем больше велосипедистов, тем безопаснее на дорогах. Многие родители городских детей озабочены тем, как оторвать своих чат от мобильных телефонов, планшетов, компьютеров. Герой сегодняшней рубрики «Люди для города» знает, как это сделать, а еще как привить детям технические навыки, состязательный дух и любовь к небу. Если он пройдет наш курс обучения, все это уже будет, я не говорю, что великий специалист, а будьте технически грамотный человек. Алексей Оксененко, президент Авиамодельной Федерации Казахстана. Во дворце школьников авиамодельный клуб занимает два просторных кабинета. Это учебный класс и авиамодельная лаборатория. Лаборатория от класса отличается лишь тем, что в ней стоят станки. Но человек, впервые оказавшийся здесь, не сразу их заметит. В обоих помещениях десятки моделей самолетов самых разных типов. «Существует более 20 видов авиамоделей, начиная от маленьких, которые летают, например, по кругу. Это кордовые модели, там несколько классов. Потом идут свободно летающие, это планера, таймеры, резиномоторные. И класс радиоуправляемых моделей сейчас очень он развит». Алексей Федорович – человек уникальный. Не часто в наше время встретишь того, кто сумел превратить детское увлечение в дело всей своей жизни. «Мои старшие, как говорится, друзья, товарищи, открылась станция юных техников на 1-й Алмате при железной дороге. Они все пошли туда, а меня не взяли, потому что я был мал. Я учился в первом классе, ну, посредством мамы, мама уговорила. И с тех пор я с любимым делом не расстаюсь». Многие из тех, с кем Алексей Федорович начинал заниматься авиамодельным спортом, когда выросли, связали свою жизнь с большой авиацией. Для будущего главы Авиамодельной Федерации путь в авиацию был закрыт из-за плохого зрения. А вот мастерить миниатюрные модели самолетов оно не помешало. «Сначала была задача выступить на уровне города хорошо, потом на уровне области. Затем постепенно это перешло на чемпионат республики. Я занял свою нишу. Это скоростные модели самолетов, то есть показать наивысшую скорость. И с тех пор я так и остался». Самым сложным периодом за последние 40 лет Алексей Федорович называет начало 90-х. Тогда он и другие энтузиасты авиамодельного спорта оказались перед выбором – все распродать, чтобы выжить самим или вложить последнее в сохранение любимого дела. «Сложили, как говорится, в кучку деньги, зарегистрировали авиамодельный клуб города Алматы и посредством авиамодельного клуба стали раскачивать всю республику. Стали проводить… Практически у нас чемпионаты Казахстана не прекращались ни на один год. Стало количество увеличиваться, люди вспомнили и старые спортсмены вернулись». За 40 лет через клуб Алексея Федоровича прошло немало ребят. Одни сейчас бороздят небесные просторы, другие работают инженерами, третьи развивают дело своего учителя. Прогресс за это время значительно шагнул вперед. Различного рода беспилотники из разряда игрушек перешли в класс серьезных технических устройств, на которые возлагаются все больше задач. Но во дворце школьников юные авиаконструкторы начинают с АЗОВ, а это работа руками. Потому что Алексей Федорович убежден, моделист должен уметь делать все сам. «Если он не может работать руками и головой, то далеко он не уйдет. Родители приходят и просят, оторвите нам его от компьютера, от этого айфона, пускай он займется с чем-то. Чтобы дома был мужчина, а не клавишный операторный. Если он пройдет на наш курс обучения, все это уже будет, я не говорю, что великий специалист. Будьте технически грамотный человек». За последние два года в Алматы было высажено более 100 тысяч деревьев. Эту цифру привел президент Казахстана на недавнем совещании по развитию города. О том, сколько зеленых насаждений необходимо Алматы и сколько их есть сейчас, далее в рубрике «Алматы в цифрах». По нормам озеленения городов есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Они основаны на двух параметрах. Первый – это площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя. Второй – это доля зеленых насаждений в общей площади города. Минимальный порог по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – это хотя бы 9 квадратных метров на человека. Но каждый город рассчитывает свои стандарты, исходя в том числе из климатических условий. По казахстанским стандартам на одного горожанина должно приходиться 10 квадратных метров зеленых насаждений. В Алматы проживает более 1 700 000 человек. Значит, для соответствия стандартам площадь парков, скверов, аллей должна составлять 1768 гектаров. По данным городского центра урбанистики, на самом деле она составляет 1355 гектаров. Это около 2% от общей площади города. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы этот показатель составлял как минимум 20%. То есть был в 10 раз больше. В списке не самых зеленых городов мира – Стамбул, Шанхай, Париж. А вот Сеул и Нью-Йорк вполне себе укладываются в рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Справедливости ради стоит отметить, что озеленение в Алматы неравномерно распределено по районам города. По данным центра урбанистики, наибольший процент озеленения приходится на Турксивский район. В Медеуском и Бостандыгском меньше, но не критично. А вот наименьший процент зелени приходится на западные районы города. Так что 100 тысяч деревьев за 2 года – это, конечно, хорошо. Но для Алматы недостаточно. Нам нужно больше зелени. Польза велосипеда для города очевидна. Это экологически чистый вид транспорта, к тому же полезный для здоровья. Но чем больше в городе становится велосипедистов, тем больше вопросов возникает по поводу взаимоотношений велосипедистов, автомобилистов, пешеходов. О том, как избегать конфликтов на дорогах, тротуарах, велодорожках, мы решили поговорить с гостем сегодняшней рубрики «Пешком». Это журналист, блогер и велоэнтузиаст Александр Габченко. Саша, я примерно месяц назад стал пользователем системы Алматы Байк. И с тех пор у меня стало появляться очень много вопросов по поводу того, как двигаться велосипедисту в городе. На твой вопрос есть две точки зрения. Первый – это нормы закона о дорожном движении и правила дорожного движения. Есть еще второй. Это все регламентировано. А есть второй – это то, как на самом деле мы должны жить и выживать в этом городе. То есть не все в наших правилах устроено для велосипедиста удобно и практично. Исходя из этого, где-то я еду по дороге и соблюдаю правила дорожного движения, а где-то я не могу их соблюдать, чтобы остаться целым и непривидимым. Мне приходится их не соблюдать. Вот мы сейчас заходим на территорию выставочного комплекса «Атакент». У нас есть проезжая часть и у нас есть велодорожка, которая раньше была тротуаром. Это ярчайший пример неразумного, неудобного дизайна городской среды. Когда территорию, бывшую за пешеходами, отобрали у пешеходов и не предоставили никакой альтернативы. А есть ли примеры какие-то хорошего, грамотного строительства вот этой велой инфраструктуры? В Алма-Ате, конечно, есть. Вот совсем недалеко мы только что шли по отрезку на Тимирязево вдоль ботанического сада. Это отличный пример грамотно продуманной велопешеходной инфраструктуры. Пешеходная зона большая, широкая, отделена от велосипедной инфраструктуры. Конфликты у тебя возникали во время движения на велосипеде с автомобилистами, с пешеходами? Раньше в большей степени с автомобилистами, сейчас на самом деле чаще действительно с пешеходами. Потому что в один миг появилось много велодорожек, как бы это хорошо, но тротуара не прибавилось. Я вообще когда стал велосипедистом, ну вот совсем недавно, я вообще ожидал, что автомобилисты будут более агрессивно себя вести, чем это получилось на самом деле. Давай все-таки неправильно ходить по велосипедной дорожке, давай сначала уйдем. Согласен. Ситуация меняется, потому что чем больше велосипедистов, тем безопаснее на дорогах. Меня все больше раздражали велосипедисты, которые двигались по тротуарам. Я все-таки считаю, что если... Ситуация такова, что, как правило, велосипедисты, которые ездят по тротуарам, это новички. И, как правило, у них нет навыка вождения автомобиля. Это довольно полезный, парадоксально для велосипедиста навык, потому что в городе есть своя определенная субкультура в управлении автомобилем. И когда ты велосипедист, ты понимаешь ход мысли водителя и двигаешься в этом потоке, ты находишься в большей безопасности относительно тех людей, которые не понимают этого ритма, не понимают того, что происходит в трафике. Но если у тебя нет этой смелости и этих навыков двигаться в потоке, то у тебя нет и выбора. Ты должен ехать по тротуару. Ну, по мне так нет. Если у тебя нет смелости, ну, волков боятся в лес. Если у тебя нет смелости, ходи пешком или едь в автомобиле. Но если ты сел за велосипед, то тогда двигайся согласно правилам движения. Это, видишь, как бы, это вопрос отношения. По мне лучше пусть человек едет, пусть лучше человек едет на велосипеде, чем едет в машине. Человеку свойственно учиться. И человек, который сегодня едет по тротуару, завтра в один день, в какой-нибудь день открытой улицы или в день там на работу на вершине. День велосипеда. Да, поедет по проезжей части или поедет по велодорожке. Его навыки будут расти. Саша, спасибо за интересную прогулку, за интересные мысли. Было здорово. Надеюсь, те мысли, которые ты высказал, будут услышаны. Я тоже очень надеюсь. Очень надеюсь. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Я надеюсь, наш город будет более дружеским для пешеходов и велосипедистов. И велосипедистов. Давай, счастливо. Относиться друг к другу с уважением, инициировать решения, которые помогут сделать городскую среду дружелюбной ко всем горожанам. Только вместе мы сможем сделать наш город лучшим местом для жизни. Вы смотрели тележурнал «Город для людей». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин